Всем привет! Продолжаем гулять по Стокгольму. Памятник. Памятник Карлу XII. Сад Каунгстерд Гордон. Разработкой проектора занимался Юхан Петер Муллин, очень известный скульптор шведский. Открытие памятника произошло в 1868 году. Надо сказать, что 20 лет правления Карла XII это бесконечные войны. С целью утвердить главенство Швеции на севере Европы. Поговаривали, что будто в детстве на маленького наследника было наложено заклятие, которое сделало его неспособным вовремя заключить мир и постоянно побуждало продолжать войну. Действительно, король был очень вспыльчив, горяч. Одержанный Карлом XII, одна за другой победой, заставили говорить о 18-летнем юноше, 18 лет, как о талантливом полководце. Тому пример Нарва, конечно. В 1702 году шведы победили русских при соотношении 1 к 4. Нас было больше в 4 раза. Говорят, пленных было столько, что последовал приказ отпустить солдат и брать в плен только генералов-офицеров. На медали, которая была выбита в честь победы, был изображен бегущий от Нарвы плачущий царь Петр I и надпись «И зашедши вон, плакался горько». Действительно, был очень боевой такой король. Вот Вольтер писал, что когда Карл диктовал секретарю письмо в Швецию, в дом попала бомба, разворотила все, разнесло потолок в щепки. Но кабинет короля не пострадал. И вдруг из рук секретаря выпало перо. «В чем дело?» – спросил король. «Почему вы не пишете? Ну, государь, бомба!» «Ну, при чем здесь бомба? Ваше дело писать письмо. Продолжайте». Такой был человек. Но я хочу сказать, что Петр I, конечно, взял реванш. В 1709 году разбил Карла XII под Полтавой. Карл XII бежал в Османскую империю, где его принял султан Ахмед III. Было некое столкновение свиты Карла и Инычера Султана. После этого Карла взяли в плен. То есть, практически он стал пленник. Пытался склонить турок к войне с Россией. Его прозвали Карл Железная Башка Демирбашарл по-турецки. В 1715 году бежал из турецкого плена в парике с паспортом на чужое имя. За 16 дней практически через всю Европу добрался до владения Швеции в Северной Германии. Но попытки восстановить потерянную власть влияние потерпели неудачу. Карл был убит выстрелом пулей в висок при осаде крепости Фредрикстен в ноябре 1718 года. На подложке памятника слова личного секретаря француза Сигюра. Карл XII – король шведский, испытавший величайшие успехи и самые жестокие превратности судьбы. Вот такой памятник находится в Стокгольме, в садике, да не в садике, а в саду Кунгер Стрет Гордон. Поэтому будете, наверное, не пройдете мимо. Все, всем привет, всем привет. Это был памятник Карлу XII в Стокгольме. Пока-пока, до свидания.